Есть вопрос? Алло, слушаем вас. Алло, меня? Ну да. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Я хотела спросить. У меня две дочки, 11 и 14 лет. Я их вожу причащаться, и мы постимся перед причащением. Но так постоянного поста пока у нас сложно нам дается. Вот с чего начать? Потому что вот сегодня я вам говорю, девочки, может начнем, надо попаститься, а не сразу. Фух, ой, это тяжело. Это вот первый вопрос. А второй вопрос, вот йогой заниматься, это грешно для человека, который, ну, старается правильно жить по-христиански. Потому что там иногда предлагают спеть какие-то мантры, или там соединиться, взять пространство вокруг, как-то энергетически. Вот такой вопрос. Йогой заниматься как физическими упражнениями, осторожно. И желательно под наблюдением врача. Это возможно. Но йога, как духовная практика, это сущий вред. Более того, ведь для йога высшее достижение – это неврикальпасамадхи. Что это значит? Это когда душа покидает тело и выходит, как они говорят, в астрал. А что это такое? Ну, это самоубийство. Вот с вами Вивикананда и Рамакришна, они покончили с собой после вот этого состояния, которое именуется неврикальпасамадхи. Они, конечно, не бросились с эфилию башни вниз головой, не вскрыли себе вены. Но результат именно такой. Два молодых человека с помощью духовных практик добились того, что их душа покинула тело. Что это? Самоубийство. С точки зрения христианского, самоубийство – самый тяжкий грех, который, более того, не может быть раскаян. Потому что, если я кого-то убил, и я вот сижу в тюрьме, я могу там опомниться, осознать свою вину, оплакать и раскаяться. Человек, который сделал самоубийство, назад пути нет. Хуже этого нет. Поэтому вот этот путь мантр, путь вот всяких таких, такого баловства, как они, современные йоги, именуют энергетика, это путь, ну, минимум в сумасшедший дом, который при развитии заканчивается самоубийством. Если вы сходите на экскурсию в сумасшедший дом, вы увидите, что все двери на замках, а на решетках окна, а в правильно устроенных больницах еще пролеты забраны сеткой. Почему? Потому что для психически больного человека суицид – это часто единственный выход, избавиться от страданий душевных. А вот эти практики, они приводят в душевное расстройство, полное. Вот. И поэтому, конечно, это просто упаси Бог. Тем более, это не то, что там раскрываем чакры, общаемся с космосом. И это общение не с космосом, а с нижайшим воздушным слоем, в котором гнездятся бесы, вот эти падшие духи. И они морочат человеку голову. Вот эти все явления, там, НЛО, инопланетяне. Это все бесовское отродье. Потому что, ну, представим себе, есть какая-то внеземная цивилизация. Ну, чего они так с людьми забавляются? Пришли бы, рассказали, вступили в контакт, и все договорились. Нет, что-то все ускользает, растворяется, что-то убегают. Один видел, другой нет, и так далее. Ну, буквально ведут себя как леший в лесу, который тоже имеет леший, бесовскую природу. И это все слуги дьявола, который желает только одного. И он недаром именует враг рода человеческого. Только заморочить человеку голову, свести с ума, так сказать, утопить, уморить и как бы убить. Желательно, чтобы человек сам на себя руки наложил для них. Поэтому, конечно, йогой заниматься и врагу не пожелаю. Потому что то, что он достигнет, ну, хуже этого не придумаешь. Поэтому даже такие, с точки зрения йоги, великие учителя, как Вивикананда, он самоубийца. Понимаете? Поэтому, как упражнения там, какие-то асаны поделать. Так как в наших малогабаритных квартирах сильно не побегаешь, не попрыгаешь. А какие-то такие, ну, вот, динамические напряжения, они могут вполне для мышц какую-то пользу. А почему я сказал про врача? Потому что некоторые асаны могут служить расстройству функции некоторых органов. И при не зная часто свой диагноза, можно себе очень сильно повредить. Поэтому тут тоже вот обязательно это должно контролироваться специалистам. А уж голову свою нужно оставить в покое. Для молитвы, для чтения, для воспитания девочек. Теперь по поводу поста. Конечно, если у них пост вызывает такой протест, я бы не посоветовал их заставлять поститься, потому что у них тогда отвращение к посту возникло. Вот у нас в семье было так. Первый начал поститься отец. Никому не говоря, не объявляя. Просто вот ел только одни гарниры и так далее. И потом мы все за ним потянулись. Сначала дети, сыновья, а потом и мать. Отец ни слова не говоря, он вообще за всю жизнь, может, десяток слов сказал. Был весьма неразговорчивый человек. Но вот личным примером. Поэтому вы поститесь, девочки обязательно это увидят. И потом обязательно, потому что девочки хотят быть похожи на свою маму. И они обязательно сами начнутся поститься. Батюшка, но если вот все-таки они договорились, но этот пост для них первый. С чего все-таки начать правильно? Я бы начал, что не есть мясо. На следующий пост не есть яиц. На следующий пост не есть и молока. Вот так вот. На несколько времени растянул. Я могу убедиться, что вполне можно. А потом уже подходить к уставу, как устав церковный предписывается. И, может быть, выключить телевизор и закрыть тряпочкой компьютер? Ой, это было бы прекрасно. При этом сохранив, может быть, даже в еде все, что было бы надо. Ну, конечно, вред от игр компьютерных, но гораздо больше, чем от мяса. Это тоже воздержание. Но тебе, как отцу большого семейства, я тоже переживаю, как моя дочка садится за компьютер, но она все-таки пишет научные статьи, а не играет в эти всякие штучки. Да, это, конечно, ужас.